Добрый день, мои любимые зрители! Сегодня, знаете, такое видео я решила показать. Самой мне интересно смотреть подобное видео. Думаю, наверное, и вам будет интересно. И поэтому хочу показать, что в моей сумке. Сумка, как видите, у меня такая объемная. Обожаю такие сумки, именно вот такой вот формы, чтобы внутри не было там много кармашков. И главное, чтобы здесь вот было такое вот отделение для мелочи. Я в данное время езжу на общественном транспорте, и часто нужна мелочь. То есть маршрутки, маршрутное такси, в которых я езжу с утра к 8 часам на работу, и часто не бывает разменной монеты, поэтому у меня здесь всегда есть мелочь. Ничего такого особенного, конечно, нет. Но если вам интересно, давайте вместе посмотрим, что в моей сумочке буду вытаскивать. Я только-только что пришла, ничего не перекладывала, ничего не выкладывала. Поэтому буду вам доставать и показывать. Давайте начнем. Первое, что мне попадается, это вот такой вот шарф. В данное время у нас, знаете, такая странная погода. То холодно, то жарко, то еще как-то. И с утра я одеваю это на черное пальто. Сейчас я вам покажу, как это смотрится. То есть если у меня замерзает голова, то я просто накидываю и все. И после обеда, там, к вечеру становится, когда тепло, я закладываю, снимаю и закладываю обратно в сумочку. Очень удобная вещь в смысле того, что вроде как служит и как дополнительный шарф, то есть дает тепло шее. В то же время можно укрыться, если начинается сильный ветер. Два таких атрибута, которые, наверное, со мной всегда. Да, это сотовый телефон. Это у меня новый сотовый телефон, Samsung. Был у меня выбор между Samsung и iPhone, но я взяла Samsung. И всегда у меня с собой MP3-плеер. Такой, такой, такой. Знаете, можно подумать, наверное, задать вопрос, зачем вам MP3, когда есть телефон, и там все внутри есть. Знаете, не совсем удобно, и он не влезает не во все карманы, которые я бы хотела, и боюсь ее потерять. И поэтому с этим намного удобнее. То есть, он, во-первых, очень долго держит зарядку, то есть где-то, наверное, недельку я заряжаю, там где-то полчаса, и он опять в норме. И его можно положить куда угодно. Он совсем маленький, удобный, легкий и вот такой. То есть, подобными вещами я, наверное, пользуюсь очень много лет. И здесь есть и радио, и музыка закачанная, и с утра, когда я бегаю, я беру с собой вот эту малюбку. Покупала у нас в местном магазине. Конечно, не могу сказать, что он какой-то там супер навороченный, но то, что мне нужно, там то и есть. Следующее, что я достаю, это блокнот. Я показывала, как-то купила я его в фикс-прайсе. Конечно, не совсем он удобный, но то, что он маленький, и то, что очень компактный, удобный, это мне нравится. Поэтому он всегда со мной. Так, потом, в последнее время я начала с собой всегда носить паспорт и кое-какие документы, которые находятся в этой моей красивой книжечке. Это книжка, скорее всего, знаете, она предназначена для автолюбителя, но в ней находится и паспорт, и кое-какие документы, и всё-всё-всё. Очень удобная, мягко сделана из такой мягкой натуральной кожи, но в то же время он немножечко такой девчачий, видишь, и стразики красивые. Так, ну и вот эта незаменимая вещь, это для всяких карт, разных магазинов, всё здесь вмещается, и очень-очень удобная такая. Я подобное видела в фикс-прайсе, но не рискнула взять. Вот эта визитница у меня, даже это не визитница, карточница, наверное, у меня уже очень давно, так что очень удобная она у меня всегда в сумочке. Очки. Очки, конечно, это не самый такой нужный атрибут в моей сумочке, часто я забываю это взять, но очень удобный чехол, и с очками никогда ничего не случается. Чуть попозже, наверное, я, может быть, и буду... Так, так, практичнее, места мало занимает, но в данное время солнце то есть, то нет, поэтому так иногда я пользуюсь, но в данное время часто бывает... У нас такой, знаете, сейчас переходный момент между зимой и весной, и непонятно, то есть солнце, то нет, то снег. Так, практически два дня назад был сильнейший снег, и поэтому не совсем, конечно, не совсем, конечно, удобно одевать очки в такие периоды, но зачесался он в моей сумочке. Так, почему-то у меня тут обнаружилась шоколадка, не знаю, с каким умыслом. Я сама не очень люблю шоколад, но в сумке у меня почему-то он всегда находится. Так, следующие атрибуты, это уже атрибуты косметики. Так, всегда с собой пудра, и в пудре находится зеркало. Так, от NYX. Уже, по-моему, второй год этой пудре. Уже стерла здесь название, но никак не поменяю. Потом матирующие салфетки от Alme. Не знаю, так они мне понравились. Так, Revlon. Это сыворотка для волос. Вы знаете, очень удобная упаковка, и я положила, и прямо она мне, знаете, прижилась в моей сумочке. Бывает так, что у нас там от ветра или еще что-то случается. Вы просто побрызгали, и несмываемая сыворотка очень удобна от Revlon. Двухвазная она, по-моему. И в этой упаковочке у меня находятся духи. Упаковка продается отдельно, но, вы знаете, там есть такие духи, которые не совсем удобны. И вообще, я, наверное, никогда в жизни не клала в сумочку духи. И всегда я пользуюсь вот этой упаковкой. Эта упаковка, она продается отдельно. По-моему, есть во многих магазинчиках, кто видел, кто не видел. И вы сюда можете перелить какое-то там количество духов и пользоваться. Очень-очень удобно и в дорогу, и куда угодно. То есть, вот эта часть, она снимается, закрывается. И вот такой вот изящный атрибутик. То есть, никто и не догадается, что и такое похоже на помаду. Нашла, вот, знаете, в одном из магазинчиков местных. И, как увидела, сразу взяла даже не раздумываю. Очень понравилась мне. И, кстати, она совсем не дорогая. Также, я думаю, сюда можно, наверное, какой-то крем или еще что-то. То есть, как-то так. Крем для рук. Вообще, незаменимая вещь для меня. У меня очень сохнут руки зимой особенно. И вот я нашла вот такой крем. Мне очень нравится это для руки, для ногтей. То есть, вот такой вот. Вы знаете, я его не ношу так в сумке, но просто сегодня положила, на работе у меня закончился. Всегда у меня есть на работе крем для рук. На работе закончился. Сегодня просто забыла выложить. Хотела выложить. И, ладно, покажу вам заодно. Вот. Любите ли вы что-то подобное от Organic Shop? Хотела бы мне узнать. Кстати, у Organic Shop мне очень нравится крем для ног. Я не знаю, пробовали бы или нет. Он такой немножечко охлаждающий. По-моему, с мятой что-то такое. Так, потом держу я пилка всегда у меня с собой. Часто бывают такие, то ноготь зацепится, то еще что-то. Вот эта пилочка, она удобна тем, что, видите, ее можно даже пригребить там куда-то, чтобы она не терялась. Незаменимые атрибуты это Card Reader у меня такой смешной. И есть еще для... такой чехольчик для флешек. То есть какую-то информацию, что-то переносить, у меня это все нужно. Ну, помады, блески, это, наверное, у каждой девушки в сумке и не одна. У меня часто бывает, что и накапливается по пять, по шесть штук. Я просто сейчас не вытащила. Такие вот. Вот Faberlic от Jardin, мои самые любимые. Сейчас у меня, конечно, не совсем много, но что-то есть для волос. Вот такие вот наколочки интересные. Это обычная резинка, просто бархатная расческа. Ну, вы знаете, чего только иногда не обнаружишь в женской сумочке. Ну, я думаю, что вот это самое необходимое. И я, конечно, стараюсь по мере наполнения от чего-то избавляться, потому что не люблю загромождать, чтобы сумки были тяжелые. Часто у меня там бывает печенье к чаю, чай, кофе, какие-то витаминчики. Сейчас просто у меня это нет, я выложила на работе, оставила. А так вы бы, наверное, сказали, ой, какой кошмар, чего только нет. Нет, это бывает временами, очень редко. С утра я в основном, когда... Сумка у меня собрана в основном всегда с утра. Ну, просто я докладываю, беру там что-то к чаю. Ну, это, наверное, незаменимый такой ритуал, когда вы берете на работу что-то там или перекусить, яблочко там, апельсинчик, что-то такое. Просто сейчас у меня, конечно, там нет. И так что, наверное, все. Ну, думаю, что мне в сумке самое необходимое то, что нужно. Ничего не... Такие крики, они говорят, как будто убивают детей в подъезде. Ну, и остальное, наверное, тут бумаги. Деньги у меня без кошелька. Я не знаю, у меня такое какое-то не то, что поверье, то, что если хранить кошельки, они у меня там будут быстрее заканчиваться, да? Они у меня лежат вот как-то так. Как уже сказал, здесь у меня мелочи, здесь у меня денежки. Какие-то бумаги по работе, они часто мне нужны. И вроде как все. И, ну, конечно, перчатки. Перчатки я вытащила. Так что, наверное, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока!